Увидел, сколько пожаров, взял вещи и поехал. Это Башкирский заповедник. Ситуация критическая. Я здесь родила, жила, а такого не видела. Я даже не представить себе не мог, что это так ужасно. Ох, пошло! Не курите. И не жгите костры вообще. В общем, ребята, стоит жара. В Башкирии ожидаемо полыхнуло. Много пожаров. Огромный пожар в заповеднике Башкирии. Почти 500 гектар. Горит целый хребет. В такое время сидеть дома, это непростительная роскошь и разгильдяйство. Еду в горы, будем снимать, будем смотреть пожары. С удовольствием бы тушил, но боюсь, моя помощь пока никому не нужна. Буду рассказывать про все это. В районе деревни Аздогулова хорошо видно. Смотрите, северная часть репта Крака не в дыму, а на юг все погружается уже в густой дым. Горят южные части, там все пожары. Едем, осталось 50 километров до пожара. Приехал в деревню Кендигулова. И вот пожар вот здесь уже. Но мы здесь внизу. Поднимусь на гору. Надеюсь, что тут что-нибудь снимем. Успеем до заката. В деревенька идут. И вот сюда иду. Вон облако, это дым от пожара. Солнышко закатное. Где наш пожар? Вот наш пожар. Да, вот здесь видите, такие пологие формы рельефа. Это такие особенные хребты. В этой части начинающиеся Кракой на севере и идущие до сюда. Суртанды. Вот этот хребет. Это башкирский заповедник. Напоминаю. Пока окончательно не стемнело, нужно проехать в ту сторону по дороге. И посмотреть кратчайший подход к пожару. Думаю, выйду ночью, чтобы быть там на рассвете. Поснимать все в хорошем рассветном свете. План такой. Сейчас еду, ищу интернет, выкладываю фоточки, заряжаю аккумулятор. И потом вот по этому распадочку иду, иду, иду на эту вершинку. Вот на эту вершинку. Снимаюсь на нее. Смотрите, там уже открытый огонь виден. И оттуда уже решаю, что делать. Куда идти снимать. Летать будем. А пока садимся. Под нами еще живой лес. Но возможно, что дни его сочтены. Или часы даже. Страшно. Огонь мощный там. Смогу ли я подойти к нему? Полыхает что надо. Жуткая красота. Так, сейчас я, значит, пару часов посплю. И пойду к огню. Поставлюсь в найти поближе и поснимать. Кстати, вы знаете, что на ней выведет комету невооруженным глазом. Включайте свои телефоны. И смотрите на комету. Сейчас 2 часа ночи. Рассвет. 5 утра. Оставляю машину. И мне нужно пройти несколько километров до пожара. Здесь прямо ощущается запах гари сильный. Но и даже дым, да. Дым тоже есть. Надо подойти до рассвета, чтобы поснимать. Можно что-то еще ночь. Старая дорога идет вдоль ручейка. Но сейчас уже соединяем с нее на гору. Смотрите, как сильно отличается травянистый покров от высокой части Южного Урала. Сухая, невысокая трава. Даже, можно сказать, уже выгоревшая на солнце. В отличие от густой, сочной травы там, в высоком Южном Урале. Меньше 100 километров, а совершенно другая уже растительность. Вышел на открытый хребет и вижу огненное зарево. Это, конечно, выглядит зловеще. До пожара примерно километр. О, бля. Вот огонь видно. Жесть. Сильное задымление. Спускаюсь вниз с хребта. И, наверное, скоро подойду уже к пожару. Да, вот смотрите, остановили они здесь пожар. Проложили минерализованную полосу. Вспахали землю. И вот пожар дошел до сюда. Благо, что он был низовой, а не верховой. И остановился. А здесь еще горит ветер на север. Это тоже способствовало остановке пожара в этом направлении, в моем. Охренеть. Вот это шесть. Это дерево. Да. Нет, надо отсюда выходить. Сплошной дым. Сейчас надышусь. Поединочку лучше не гулять по таким местам. Я ровался на хребет. Здесь южный ветерок. Сдувает дым, и можно отдышаться. Конечно, дышать там нечем. Десять минут до рассвета. Легкий бриз. Отгоняет от нас дым. Встает продышаться. А вон там, по долинам, дым стоит недвижим. Сейчас полетаем на рассвете. Ну что, полетели встречать рассвет. Так, видим вот дым стоящий. В флажбинах. В флажбинах. Сейчас мы пролетим над ним. И долетим до пожара. Вот это жесть. Вот это смерть. Я даже не представить себе не мог, что это так ужасно. Скоро будет вставать солнце. И надо попробовать его снять через, возможно, дым. Так мне хочется сказать. Вот туман, облако. Не привыкай к такому термину. Сколько я знаю, это самый большой пожар по площади сейчас. Здравствуй, солнышко. Хватит уже светить. Хватит сушить лес. Землю. Давай, спрячься в тучке. Пролейся дождиком. Поменял аккумулятор. Или что, опять снимать? Надо поснимать, наверное, если все-таки открытый огонь. Подлететь с другой стороны. И попробовать снять горящий лес. А то у меня пока только дым. Розовое облако стало, да? Рассветное. Также можно сказать, что красиво. Если добыть на секундочку, что это такое вообще. Давайте повернем. Погнем этот столб дыма. Вон там проглядывает уже огонь. О, хорошо полыхает. Сильно полыхает. Что там интересно? Сейчас надо будет подлететь поближе. Так, похоже, это лиственницы. Лиственницы и кусты. Да, поменяли ракурс. Это можжевеловый куст и лиственница. Ох, если сейчас поверх пойдет. А вот уже и можжевельник. Чистый можжевельник, полный и верных масел. Трещит и полыхает. Как факел. Жалко, что звук не пишется у нас с коптером. Страшно. Хорошо, что ветер против горения и можно нормально снимать. Не застилает нам вид. Ну и скорость, наверное, чуть потише распространения пожара. Все-таки коптер отличное средство для съемки лесного пожара. Нахожусь больше, чем километра от горения и спокойно снимаю. Показываю вам все максимально детализировано. Ох, вот это вид. Черная смерть наступает на зеленую жизнь. Жуть. Но давайте будем возвращаться. Надо идти вниз ногами и снимать уже крупные планы этого смертоубийства. Полетали, а теперь пошлите в лес. Там могут лучки солнца пронизывать. Оно сейчас еще низко. Через дым. Это может быть круто. Вот и солнышко сняет прибиваться. Через кроны. Скоро здесь будет все по-праздничному. Сучу, конечно. Пепел. Полное поражение. Полное. Какой лучик падает. Похоже, этой сосне совсем не повезло. Сейчас выйду на кребешок. Открытый. Посмотрю, может, где-то увижу открытый огонь. Уже вторая кость, которую вижу. Похоже, они из-под травы, мха. Выжигаются. Такие скелеты остаются от кустов. Вон, смотрите, как кузов горит. Вроде бы пожар уже прошел. И он уцелел, но все равно его достало. Его достало. Похоже, там пожар. Я вот слышу звук треск. И все такое. Отвернул. Туда, конечно, зайти невозможно. Нужно обходить, чтобы выйти к огню. Так, давайте взлетим, осмотримся. Посмотрим, где есть участки без дыма. Попробую туда выйти. Но похоже, похоже, нас обложило дымом полностью. Так. Будем выходить по пути захода. Попробуем пробиться к огню по фронту. Надо выходить, а то тут совсем дышать нечем. Просто пипец, конечно. Мертвая земля. Каракарум. Понятно, конечно, что пожары тоже играют определенную важную роль в жизни леса. И они нужны иногда. Но все равно. Смотреть на это страшно. Тут ведь не надо ничего говорить, да, друзья? Причудливый свет. Все дает определенную атмосферу. Здесь прямо жарко в этой части. Вот в этом лесочке. Что-то недавно, конечно, все горело. Смотрите, сколько скелетов. Даже не скелетов, а выжженных следов от деревьев. Здесь было, похоже, горячо. О, живая граница, смотрите. Каким-то чудом здесь дальше не перекинулся огонь. По-моему, здесь речка течет, если я так не понимаю. Да, вот водичка. Видимо, она от стекла. Да, оживительная вода. А, вон, вон огонь, я вижу, крупный. Вон идет вал огненный. Вот она, граница пожара. Друзья, вы знаете, что по статистике примерно 90% всех лесных пожаров происходит по вине человека. Пожалуйста, готовьте на горелке. Не курите. И не жгите костры вообще. Костры – это прошлый век. О, бля. Это жесть. Кстати, везет, что огонь идет против ветра и дым уходит в обратную сторону и скорость не такая большая. Смотрите, как красиво играет солнышко на стволах этих лиственниц. О, какая красота. Вы не обращайте внимания на мою красоту. Это профдеформация. Ладно, все. Буду выходить. Сегодня же надо посетить и другие пожары. И маленько отдохнуть. Кусты горят как порох. О, что я пойду встал, конечно. Я ведь толком не ел с вчерашним обедом. Выехал буквально минут за сорок. Увидел, сколько пожаров. Взял вещи и поехал. Жарко. И не успел ничего сделать. Полпятого вечера. Я немного поспал. И выдвигаюсь на следующий пожар. Хребет Крака. Не очень большой пожарчик. Вот, смотрите, в долинке. В распадочке. До заката здесь побудем. Пекло жуткое. 35 градусов сейчас. В лесу работает трактор. Давайте взлетим, посмотрим, чем он там занимается. Ну и вот, смотрите, кстати. Пожары здесь. Дело на самом деле обыденное. Очень много следов старых пожарищей. Долетел до трактора. И вот, смотрите. Банальная лесозаготовка. Тягает бревна. Ладно. Все понятно с ним. Видим дым. Распад между двумя гребешками. Пойдем вниз сейчас смотреть, что там горит и как. Ну, суть по всему, масштаб не очень большой. Так, ладно, давайте взлетаем и смотрим эту часть, этот пожар. Ну, по всему видно, что здесь уже огонь, конечно, прогорел. Но все равно есть что посмотреть. Так, вот эта вершина впереди. Это главная вершина в этой части хребта. Давайте-ка слетаем на гребешок. Посмотрим гребешок. Внизу огня открытого нет. Вроде бы. Так, смотрите. Здесь похоже, да. Огонь пришел отсюда. Со степи. Со степной части. Вообще, эти хребты, они интересные. Они характеризуются. У них северная часть обычно поросла до самого гребня лесом. А южная, она открытая. Особенно-то ярко выражена на большой кроке. На самом севере. Ну, и здесь тоже, видите, открытые участки на юге. Юго-западе. Вон, по гребню положили минерализированную полосу. Может, получится отсечь огонь. В общем, я думаю, мы сейчас сделаем так. Спустимся. Поднимемся на гребень. И сделаем такое кольцо по кроке. И вернемся сюда. Посмотрим сверху на все это. Поснимаем. Полетаем. Проводим. Солнышко на заказе. Да, вот видите, отсекли тоже здесь. С техникой. И все спокойно догорает. Сюда не перекидывается. Ну, похоже, что здесь уже как бы все заканчивается. О, опять дым. Как после боя. Бомбежки какой-то. Но выглядело, смотрите, только участками. Почему-то. Есть и незатронутые места. Все, что осталось от муравейника. Куча праха. Отдельно стоящие горящие пеньки, конечно, они всегда так выглядят завораживающим. Лестница, похоже, факелом полыхала. До сих пор тлеет. Бульдозерный хайвэй пришлось сделать по водоразделу, чтобы отсечь. Но и то не успели. Все равно перекинулась пламя. Так приятные, типа, не залев. Сейчас поднимемся на эту вершинку. С ней уже осмотримся. Что куда идти. Еще и снимать. Обожаю краку. Такой совершенно особый горный массив. Мало на что похожий. На мой взгляд. О нем стоит убывать. Но, конечно, в более благоприятное время. Кстати, Кирилл Франюк здесь проводит забег трейл. Кто любит бегать, посмотрите на него. Чуть подальше еще один крупный пожар. Мы его увидели вчера, когда ехали через Рузян. Разросся с того времени. Разросся. Давайте сейчас слетаем немного за гребень и посмотрим на тот большой пожар. Коли у нас сегодня пожара нет на вечер, посмотрим на дальний. Вот дым еще стоит. Как раз солнышко будет садиться в районе него. Все, друзья. На этой красной точке будем, наверное, заканчивать наш пожарный выезд. До машины идти далеко. И я уже порядочком устал. Вообще, уже у нас, наверное, у многих есть необходимость подстраивать свою жизнь под высокую пожароопасность. Которая повторяется из года в год. В летний период. Буквально недавно мне Анна Кошнина, директор Денежкиного камня заповедника, посоветовала классный сайт, программу от НАСА. НАСА Firearms. Практически в реальном времени показываются пожары на территории всей планеты. Но и Урал тоже не исключение. Поэтому отслеживаю пожары по этой программе. И буду работать по ней. Сейчас в Башкирии 13 пожаров. Насколько я посчитал правильно. Друзья, вы удивитесь. Прошло буквально 24 часа. И мы едем опять в сторону пожаров. Башкирский заповедник попросил помощи. Нужны волонтеры, чтобы тушить все разгорающиеся пожары. Поэтому мы с ребятами Вадим, Эмиль и еще ребята едут за нами. И я так понимаю, что поднялась достаточно большая волонтерская волна. Мы едем в Башкирский заповедник. Будем принимать участие в скучном, сложном, тяжелом действии. Копать траншеи. Спасать наш уральский лес от пожара. Поэтому фильм продолжается. Еще немного огня, дыма и наших усталых хороших. Мадушки, красавицы. Но это классические лошадки. Не башкирской породы, я так понимаю. А башкирская она тоже очень красивая. Привет! Что вы тут на дороге стоите? Опасно же? Друзья, я должен совершить камин-аут. Я первый раз в жизни в башкирском заповеднике. Официально. Деревня Саргая. Здесь находится центральная усадьба заповедника. И нам сейчас нужно ее найти. Так, мы на месте. Это штаб тушения. Не знаю, что это называется. Вон там МЧС. Это ответ тем, кто говорил, что МЧС ничего не предпринимает. Они руководят. Совещаются. Сейчас, наверное, будут какие-то задачи нарезать. Подождем. Доброе утро. Большое спасибо, что вы открыли. Давайте сейчас организуем работу в следующем образом. Упредите старших групп, старших отрядов, чтобы в очаг пожара, в зону горения, никого не пускать. Основная задача – это проведение, врушение подходящего пожара в зону, где произведена уже оплашка. Очаг пока один, но очаг он рваный. То есть небольшой перешеек выходит. Небольшой перешеек. Это все зависит от складки, от пособенности рельефа. Напоминаю. Напоминаю и буду еще раз начинать. Задача – не потушить внутри, а локализовать. Локализуем, будем уже размеренно, методично уже устранять сам пожар. Так, у нас распределили на группы по 10 человек. Сейчас мы вместе с сотрудником заповедника под его руководством. Да-да, просто мой личный, я не хочу, чтобы он путался, а то я потом не найду. Подвигаемся. Река Узян. Здесь мы сейчас пополним, наберем воду в Ранце и едем дальше. Так, вот 20-литровые Ранце Ермак. Надо набрать воды в них, еще умудриться. Двеженькая минерализированная полоса. Территория с левой стороны. Пазар идет с левой стороны. Ага, ну это получается с левой стороны заповедник. Справа, это уже не заповедник. Машины слабее людей, им нужен отдых. Вот в такую полосу по периметру всего заповедника пропахали. Широкую. Если идет низовой пожар, то нормально. Если пойдет верховой, то, конечно, ничего не спасет. Пикет инспекторов заповедника с записями. Что и когда-нибудь здесь видели. Обходя территорию. Мы пересели в другую буханку. И уже скоро приедем. Скажите, посему видно, что вы здесь руководите процессором? Здесь, где? Вообще здесь или здесь? Я просто сотрудник. Я понял, но... Я уже с чеки не в пятый день не вылезаю. Поэтому меня не улетает. Внимание в розетке. Вас как зовут? Меня Василя зовут Апаха. Василя Апаха. Все, я понял. Чтобы вы не испугались моих сидений, я плоток не снимаю. Да перестаньте. У вас столько энергии и силы, что... Нет, знаете, во-первых, спасибо вам, что вот... Это вот не столько ЗОГ наш, сколько природу ЗОГ вот этот. Потому что на самом деле ситуация критическая. Я здесь родилась, жила, а такого не видела. Да? Ситуация этой. По температурам, по ветрам. Тут что-то невероятное. То есть таких пожаров тут еще давно не было, да, получается? Всякие были, да. Но условий вот таких нехороших не было. Ну, понятно. И второе. Я не знаю, сейчас рассказываю о шахте, но у нас здесь много зверей диких. Можно? Они сейчас уходят, тоже с утреченными глазами. Угу. Они могут просто с перепугу что-то натворить. Поэтому просьба друг с другом не отходить. Понятно. Вот смотрите, вот тоже частичка горной степи. Там внизу сухая трава, они вот здесь. Бежит и все. Ну, фактически все склоны хребта, это степь, да? Да, горная степь. Горная степь. А вы работали руководителем Змайдника, да? Да. Я просто году. От всего вот этого устало. Понятно. Ну, вот и опять пришлось вернуться сюда в строй. По-другому никак не так. Нам повезло работать под руководством бывшего директора заповедника. Круто. Прямо чувствуется сразу хватка руководителя. Все, мы сейчас выгружаемся. И будем контролировать эту минерализированную полосу. Смотреть, чтобы не было перекидывания огня. Так, ну вот, смотрите. Пожар прямо рядом. Пожар рядом. Идет к нам. Задача простая. Идти по полосе и не позволять огню пересекать ее. Буквально в 100 метрах от лагеря уже начинается работа. Самое высокое место сейчас, куда мы можем подняться по полосе. Видите, огонь доходит до полосы и дальше уже не перекидывается. Пока. Но это равновесие шаткое. Ветер сильный. И вот эти можжевеловые кусты, полные эфирных масел, могут вспыхнуть как факелы. Вот, смотрите. Участок даже загорелся на полосе. Надо это закидать. Это может вполне перекинуться и сюда. Для этого мы здесь и работаем, чтобы убирать вот такие вещи. Или вот. Как он загорелся. Видимо, огонь прошел отсюда. Взлетели осмотреться. Вот, смотрите, к нам приближается пожар. А впереди еще не тронутые пожаром степи. Возможно, что нам нужно поторопиться и быстрее идти к ним. Ох, все это очень эпично выглядит. Поднимается дым. И где-то здесь, вот еще, смотрите, живые деревья. Да, смотрите, огонь приближается. И если мы не поторопимся, возможно, скоро захватят эти степные участки. Я думаю, надо поторопиться. Подходим к тому открытому месту. Повернул большую группу волонтеров. Человек 20. Сейчас. Может быть, здесь что-то будет по работе. Вот, вот это место. Да. О, пошло наверх. Опасная ситуация. Здесь по распадку должна вода быть в метрах 200. Показано. Можно попробовать найти воду. Если там есть вода, то набрать. Давайте, ребята, поработайте руками. Побрызгайте. Ладно, снимать некогда. Небольшой привал, свежая водичка. То, что сейчас нужно. И валим на дорогу. Скоро все это погибнет. К несчастью. Мы отступили на дорогу. И основной бой будет, похоже, здесь. Вон там дым. И в метрах 100-150 уже идет огонь. Главное, чтобы он не перекинулся сюда. Там буханка. Надо подойти, узнать, что там. Он что-то скажет. Прямо как на Эльбрусе цепляют рюкзаки до тракта. Вот так мы их зацепили, ранцы к трактору. Вышли в другую сторону. Будет интересно посмотреть, как сейчас там. Здесь гали уже более старые. Двух-трехдневные. Но в некоторых местах продолжают до сих пор активно дымить. Леть. Но все равно уже, конечно, попроще все. Вот такой остался лес. У сосны подгорели корни, поэтому приходится его спиливать. Чуть туда не было. Идем обратно. Уже горит. И так вот постоянно. Второй день мы здесь. Сейчас утро. Переночевали. И отправляемся снова на патрулирование. Это, конечно, выглядит не как в фильмах, когда там бесстрашные пожарные и волонтеры борются со стеной огня. Но вот в этом, наверное, и заключается главная работа и невидимый подвиг волонтерства. Да, работать над такой обыденной, простой, скучной задачей. Скоро это дерево упадет. Это одна из главных опасностей здесь. Корни подгорают и деревья падают. Мы то и дело слышим звук падающих деревьев. Ну, вы слышали тоже, друзья. А вот, кстати, только что недавно упало, видимо, дерево. Видите, как корни у него подгорели. Вот еще подгоревшие корневая система. Здесь, ну, здесь они все такие. Скоро дерево придется спиливать. Потому что оно прогорело в основании. Потенциально опасное место. Вот с этой хвои пожар может перекинуться на вот это дерево и пройти границу. А горит здесь вот прямо у подножия. Немного приподнялись на сгоревшую часть лента и хотим заглянуть за вершину на северо-восток. Там сейчас идет основной пожар. Да, вот смотрите, активно горит. Но должны были запустить им честники, встречный пал и остановить этот пожар. И тогда, наверное, можно будет считать, что пожар локализован. И только сдерживать его. На заднем плане виднеются остальные хриты Башкирского заповедника. Главное, чтобы огонь не перегнулся туда. Но там его сдерживает достаточно большая река Узян. Спускаемся вниз. Надо работать дальше. Давайте развернемся. Посмотрим, виталия черная. Безжизненная пустыня. Только ветер вырывает из-под ног и ветер. Это страшно, но жизнь всегда берет свое. Я надеюсь, что уже в ближайшую весну, может быть, через одну весну, здесь зеленеют новые травы. Жизни надо только дать шанс. И она обязательно остановится. Ух, пошло! Да, вот это самое опасное сейчас в лесу. Зачем ты сюда приехал, волонтером? У меня трое детей. Им примерно в районе 10 лет всем. Через 10 лет они соберут сюда приехать. А тут ничего не осталось. Голые лица. У меня здесь как трость моя. Папа, почему здесь голые лица? Я скажу, а лес сгорел. Он меня спросит, папа, почему ты не тушил? Что я им отвечу? Все, друзья, заканчивается наша трудовая вахта. Надо ехать домой. Завтра понедельник. Но мы бы еще поработали. Друзья, 23 июля на Южный Урал пришел циклон. Как видите, идет долгий затяжной дождь. Это будет продолжаться несколько дней. И это значит, что те пожары, о которых мы рассказывали в своем фильме, они окончательно побеждены. В процессе монтажа фильма я понял, что на некоторые вопросы я не дал ответ. И я решил записать небольшой эпилог в своем посольстве Уральских гор и рассказать об этом более подробно. Потому что вопросов много. Тема актуальная, тема сложная, тема горячая во всех своих смыслах и отношениях. И, наверное, стоит сказать об этом чуть более подробно. Пойдемте на наш посольский Уральский диванчик. Поговорим немного про пожары. Хочу сказать про три вещи. Отсутствие три вопроса. Первый – это, конечно, причина пожара. Много было разговоров, предположений. Но почти наверняка можно сказать, что причина пожара естественная. Буквально за пару дней до, показываем на видео событий, над этими хребтами прошла сухая гроза. Прошла, причем, дважды. Прошла гроза, развернулась, еще раз прошла. И появилось как минимум два очага возгорания. А с учетом сложной пересеченной местности, большой площади, крайней засушливости растительности и сильного ветра пожар вспыхнул очень быстро и охватил большую территорию. Второй вопрос. Второй вопрос – это тушение пожара. Много диванных экспертов, много уважаемых людей высказывало свое мнение, что нужно пригнать туда пожарные машины, пригнать авиацию и вообще, почему здесь нет армии, которая будет тушить этот пожар. Надо понимать, что пожар происходит в горах, в труднодоступном месте. Несмотря на то, что это Урал, это все равно горы. Пожарные машины далеко не везде проедут, а скорее почти никуда не проедут. Авиация тоже вряд ли поможет, потому что если вы пролили какой-то участок самолета, пока он делает рейс, пока он стушит соседний участок, этот участок уже на фоне общей жары, общего разогрева и прогорания внутрь разогрева грунта, он высохнет и через какое-то время загорится опять. Единственное, наверное, эффективных два способа тушения пожара в данной ситуации – это его локализация. Для этого используется встречный пал, когда огонь спускается навстречу, и минерализированная полоса – распашка. Оба этих способа были применены на этом пожаре, но в основном, конечно, использовалась распашка. Была сделана длинная, практически, наверное, по периметру всего заповедника обновлена полоса, на границе которой просто сдерживался огонь и ждали либо дожди, которые вот начались, которые затушат пожар, либо когда все это прогорит само, потому что по-другому никак невозможно это было потушить. Простой пример. Допустим, вот у вас горит пенеч, вы выливаете на него 20 литров воды из ранца и идете за несколько километров за водой. Ну, может быть, не за несколько километров, даже за 500 метров, все равно это не быстро. Пока вы идете, этот пенек высыхает и загорается снова, потому что общий жар, он не дает сдержать огонь такими средствами. Это что касается потушения пожара. Ну и третий момент, несмотря на то, что, наверное, самый важный, несмотря на то, что данный пожар произошел по вине стихии, природы, по статистике до 90% пожаров происходит по вине нас с вами, друзья, поведение человека. И надо, наверное, пользуясь случаем, еще раз повторить основы туристической пожарной безопасности. Самое главное, друзья, не жгите костры, особенно в пожароопасный период. Не жгите костры в неустановленном месте. Это вообще прошлый век. Пользуйтесь горелкой. Используйте горелку по возможности максимально часто. Я понимаю, что горелка не так романтична, как костер, но поверьте мне, выжженные хребты, сожженные деревья, погибшие животные, погибшие люди, это совсем не романтично. Не стоит ради какой-то своей сиюминутной романтики подвергать огромные территории опасности. Второе. Не курите. А если вы курите, не выбрасывайте бычки. Гуляя по нашим горам, гуляя по природным паркам, я постоянно вижу бычки, которые валяются просто на земле, на тропе. Мало того, что это некрасиво, это еще очень опасно. Любая искра в такой период, она вызывает пожар. Ну и не используйте пиротехнику. Особенно летом. Особенно в лесу. Фальшфейеры, фейерверки, бомбочки, все это крайне пожароопасно. Четвертый момент, последний. Будьте внимательны к себе и к окружающим. Не оставляйте без внимания непотушенные костры, непотушенные бычки, даже если это не ваши, а других людей. Пресекайте такое поведение, рассказывайте людям о том, что это очень опасно. Ну и откликайтесь на призывы о помощи, потому что нету таких сил и средств, способных поведить такие пожары без всенародного единения. Ну, я надеюсь, что следующее видео у нас будет уже объединять другой своей сутью, красотой Урала. Будем любоваться и ходить вместе с вами по живой, чистой, прохладной, зеленой нашей природе. Спасибо, спасибо, что посмотрели. До встречи на тропах Южного Урала и всего Урала.